приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы уделим внимание волшебному празднику которого ждут не только дети но и взрослые поговорим о народных приметах в праздник святого николая что можно делать в этот день что нельзя делать в этот день на что обязательно обратить внимание для того чтобы не только этот день прошел у вас волшебно солнечно и необычно но и до следующего святого николая вы знаете святой святитель николая считается один из самых почитаемых святых кто только не считает его своим покровителем и мореплаватели путешественники икора кораблестроители и крестьяне сироты в общем друзья каждый верующий человек и издавна ни к одному святому в православной церкви не возводили столько храмов как николаю чудотворцу его иконы помещены почти на каждом иконостасе и считаются самыми многочисленными после икон богородицы из мочи святого николая рядом с которыми творятся различные чудеса вытекает целебная мира во всех тяжелых во всех сложных делах там где необходима стойкость трудолюбие бескорыстие верующие люди а часто и не верующие полагаются на заступничество этого святого недаром перевод его греческого имени означает победитель людей и здесь речь идет об нет безусловно об его победах над грехом в человеке как одному из самых любимых в народе святых церковь посвятила святому николаю два дня в году кроме николы зимнего 19 декабря это еще и никола теплый 22 мая и второй день установлен в память о перенесении мощей святого и захваченного мусульманами города мир в баре это италия где они находятся и поныне иконы святого николая были самыми распространенными на руси начиная с 9 с 11 века традиционно святитель изображается в виде седого старца в святительском то есть епископском одеяние у него небольшая круглая кудрявая бородка и высокий лоб сурового богослова мыслителя в левой руке он держит библию а в правой благословляет на многосюжетных иконок николай с житием он часто изображен спасающим корабль который тонет благодаря многочисленным легендам известно что святитель николай всегда охранял людей на воде поэтому рыбаки выходя в море всегда брали с собой его икону моряки плававшие по морям океаном отправляли молебны святому чтобы он оберегал их корабли от несчастья а кораблем часто давали его имя да и на малых водах прудах речках перед купанием люди говорили святой николай на тебя уповаю не дай пропасть ни под водой не на воде и в начале двадцатого века присутствовало два николая морской и мокрый морской управлял кораблями а мокрый мокрой стихи морской стихии согласно этим верованиям святые всегда присутствуют среди людей но они не узнаваемые день свидетеля николая всегда был веселым и радостным праздником у крестьян с ним было связано много различных примет такие какой день на николу зимнего такой будет и на николу теплого и не на николу урожаю с этого дня начиналась подготовка к рождеству готовили маски костюмы для для ряжения для каллидования начиналось и зиме сватанье в этому дню выпекали специальное печенье так называемый мекал маколайчики которые клали деткам под подушки вместе с другими подарками и в старину этот день 19 декабря славяне считали последним году когда необходимо было раздать все долги люди верили что если этого не сделать то в грядущем году семья будет бедствовать в этот день было принято мириться с теми с кем вы в ссоре многие верили что это волшебный день когда исполняются любые мечты и желания поэтому и перед сном девушки ставили у кровати стакан воды и говорили суженый ряд ряженый приди ко мне и спить водицы кто приснится тот и будет ее судьбой а о том какая зима будет говорила и погода в день святого николая если было холодно то и весь сезон будет также если же тепло то зима будет ясной и без сильных морозов если же до праздника пошел снег то зима будет холодной морозной и суровой вот если перед ним чудотворца появился и ней то считалось что год будет богатым и урожайным конечно были особые приметы и наши предки знали о том что же нельзя было делать 19 декабря в день святого николая согласно народным обычаям в этот день нельзя было заниматься ремонтом шить или стирать говорят что в день святого николая угодника нельзя отказывать нищим и нуждающимся а также тем кто просит вас о помощи если откажете это ваша семья будет страдать от нищеты и лишений нельзя чтобы в доме в праздник были беспорядок и грязь также 19 декабря запрещено было ругаться и сквернословить на день святого николая приходится у нас с вами рождественский пост поэтому нельзя из мяса яйца пить молоко однако разрешены рыбные блюда и морепродукты также в этот день 19 декабря существовал запрет просить денег в долг поскольку этим вы можете отнять удачу у своих друзей более того ко дню николая нужно обязательно было раздать все свои долги потому что иначе по народной примете вы лишитесь финансовой удачи на весь следующий год многие конечно задаются вопросом а можно ли шить в день святого николая вы знаете православная церковь этот праздник не говорит о каких-либо ограничениях на выполнение домашних работ но по народным обычаям в этот день не принято шить стирать и заниматься ремонтом также в день святого николая нельзя было и давать взаймы заемщик вместе с деньгами может вынести из дома удачу и везение верили наши предки и даже наоборот принято было раздавать долги день святого николая считался последним днем в году когда необходимо было вернуть все долги считалось что если этого не сделать то в грядущем году семья будет бедствовать а что же нужно обязательно сделать в день николая чудотворца вы знаете в этот день непременно нужно сходить в церковь обязательно помолиться день николая чудотворца лучше всего начать с утренней службы следуя примеру святого николая в этот день нужно помогать близким раздавать милостыню но желательно делать это скромно не кищась своей благотворительностью также в этот день нужно было 19 декабря чтобы свой дом дом обошел хозяин дома а если он этого не сделает дом грядущем году ждите беды говорили наши предки поэтому на николая мужчины старались встать пораньше и обойти весь двор также в этот день было принято мириться и при этом говорили следующие слова на никольщину зови друга зови и врага оба будут друзья а что же подарить в день николая чудотворца вы знаете радовать на день святого николая деток стала доброй традицией везде конечно же возникает вопрос а что подарить ведь возникает ведь и такой вот праздник поэтому если вы хотите подарить ребенку что-то необходимое ну например пижаму теплую кофточку то она должна быть обязательно яркой можно с любимым героем мультфильма так как детвора любит все яркое наполнить подарок вы можете и сладостями сладкие подарки можно преподнести и в качестве основного подарка конечно же игрушки всегда остаются желанным подарком это могут быть и небольшие игрушки и мягкие и головоломки и конструкторы все то что нравится вашему ребенку а вот детям постарше которыми уже игрушками не порадовать можно подарить наборы например можно девочкам подарить косметику бижутерию мальчикам все то что вот туда поднять ту же туалетную воду какой-то хороший шампунь гель для душа конечно же при желании подарки можно сделать и взрослым детям родителям любимой или любимому в качестве подарка вы можете выбрать сладкие наборы или какой-нибудь пустячок который напомнит вашим родным и вашим близким о детстве а вот что касательно подарков для взрослым могут быть здесь подарки и практичны например теплые халаты пиджамы гаджеты женщина можно подарить парфюм различные аксессуары посуду или кухонные принадлежности конечно же в зависимости от предпочтений а мужчинам инструментом для машины или дома и так далее теперь вы друзья знаете как правильно отметить 19 декабря день святого николая